Привет, меня зовут Алексей и сегодня я расскажу о такой процедуре как автотрим. В первую очередь триммирование нужно для мануального режима. Если сервы не оттриммированы корректно, то самолет будет лететь куда попало. Во вторую очередь это же конечно нужно в автоматических режимах, чтобы уже сразу при взлете сервы были выставлены в правильное положение. Так самолету будет легче взлететь и меньше шансов, что вы получите краш при взлете. В отличие от iNava, где-то отдельный полетный режим, в Arduplenia это просто настройка, которая может быть постоянно включена. Работает оно следующим образом. В автоматических режимах автокруиз в BWA, если сигнал со стиков не меняется, то есть пилот не управляет самолетом, предполагается, что самолет должен лететь ровно, автопилот постоянно отслеживает положение в пространстве по пичу и по роллу, и если оно изменяется, то есть самолет куда-то заваливается. Вот это вот центральное положение Trim, оно меняется таким образом, чтобы самолет не заваливался никуда, ни вбок, ни вправо, ни влево. И согласно документации, вот эта вот величина триммирования горечна 20% хода сервопривода. Поэтому если предварительная настройка длины тяг или вонов выполнена некорректно, то есть величина триммирования будет больше 25%, то процедура серво-автотрима не сработает. В предыдущих версиях Arduplane была также другая настройка Trim After, которая на текущий момент устарела, и ее не стоит включать, потому что если провести ее некорректно, то полет закончится крашен. Настраивается следующим образом, то есть параметр серво-автотрим назначается либо 0, либо 1. У меня этот параметр равен 1 всегда, то есть постоянно он пытается тренироваться, чтобы было все хорошо. Чтобы автотрим нормально отработал, важно отрегулировать длину тяг или вонов таким образом, чтобы самолет летел ровно. Идеально сделать, конечно, это не получится. Надо хотя бы примерно выставить. Как должны быть отклонены элевоны для прямолинейного полета, можно узнать на тематических формах, посвященных модели вашего аппарата. Для Дарта 250 это отклонение выглядит следующим образом. После взлета набрать высоту и крейсерскую скорость, в режиме стабилизации FBWA отпустить стики, и в таком положении пускай самолет пролетит секунд 30 или больше. Для проверки корректности автотрима необходимо переключить в мануальный режим. Вот я сейчас переключил. И в том случае, если автотрим отработал корректно, самолет будет лететь ровно, слегка покачиваясь на ветру. Во время проверки автотрима в мануальном режиме важно быстро среагировать и переключиться обратно в стабилизацию, либо выправить его вручную, если что-то пойдет не так. На этом видео как раз видно, из-за того, что я неправильно выставил длину тяг, у меня автотрим нормально не выполнялся. Проблема была в том, что при таком нейтральном положении сервоприводов я длиной тяг выставил элевоны в такое положение. И диапазона автотрима не хватило, чтобы выставить их в нужное рабочее положение. После того, как я отрегулировал элевоны примерно вот в таком положении, при нейтральном положении серв, автотрим прошел успешно. И после автотрима я получил вот такие тримы для левого и правого элевона. И после этого самолет в режиме мануал полетел ровно. Итак, краткое резюме. Первое. Включаем функцию серво автотрим. Регулируем длину тяг элевонов таким образом, чтобы элевоны были приподняты при нейтральном положении сервоприводов. Величину, на которую нужно приподнимать, либо ищем на форумах, либо спрашиваем у старших товарищей, либо находим сами эмпирическим путем. Если после автотрима самолет в режиме мануал все же валится вниз, значит их нужно приподнять. А если начинает набирать высоту, значит нужно их опустить. Далее набираем высоту и летим с крейсерской скоростью в режиме стабилизации, не трогая стики, 30-60 секунд. Чем дольше, тем лучше. После того, как пролетели достаточное время, попытаться переключиться в режим мануал. Но важно быть готовым либо переключиться обратно в стабилизацию, либо управлять самолетом в режиме мануал, если он начнет куда-нибудь заваливаться. Если после переключения в мануал самолет летит ровно, значит с автотримом покончено, и можно заняться более тонкой настройкой пидов. Если же после переключения в режим мануал самолет не летит ровно, тут есть два варианта. Первое. Вы недостаточно долго пролетели в режиме стабилизации, не трогая стики. В этом случае вам нужно повторить пункт 3. Но гораздо более вероятно, что просто не хватает диапазона автотрима. В этом случае вам необходимо повторить пункт 2. То есть посмотреть, куда самолет заваливается при переключении в мануал. Если он валится вниз, значит элевоны недостаточно отклонены вверх. Их нужно приподнять. Набирать высоту, значит вы перерегулировали элевоны, и их нужно наоборот приопустить. На этом на сегодня все. Надеюсь, я смог достаточно ясно и понятно разложить по полочкам функцию автотрима. А в следующем видео я расскажу про такую замечательную функцию в родоплейне для подбора пидов, как автотюн. Поэтому, чтобы не пропустить это видео, обязательно подписывайся на канал. Если информация была полезна, ставь лайк этому видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok